Немного об изменении шрифта. Щелкаем по нашей надписи. Двойной щельчок. И меняем размер. Нажимаем на предпросмотр. И замечаем, что надпись уменьшилась. Допустим, этого мало. Набираем цифрами покрупнее. Нажимаем ОК. Если надпись очень крупная и появляется красный значок, то надпись не вмещается в данную рамку, и ее надо подвигать. Немножко вправо и немного вниз. Также в программе реализована очень полезная функция, называется авторазмер. Нажав на нее, надпись автоматически выравнивается по ширине рамки. Если мы ее уменьшим, то шрифт станет меньше. Если увеличим, то станет крупнее. Нажав дважды на надпись и отжав размер, посмотрим, что будет, если поменяем шрифт. Ее можно сделать красным. И так как авторазмер снят, надпись опять не помещается. Сделаем синюю подложку. Предварительно это выглядит следующим образом. Нажимаем авторазмер. Предпросмотр. Красные буквы на синем фоне целиком поместились в рамку. Сдвигаем немного надпись. Если мы передумали, то двойной щелчок. Меняем шрифт обратно на черный. Подложку делаем без цвета. Можно убрать жирность, сделать курсивом с подчеркиванием. Посмотреть, как получается. Все достаточно стандартно. Можно убрать подчеркивание, курсив и вернуть надпись в то состояние, которое она была до корректировки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...